В этом ролике Алиса будет управлять моей жизнью. Мы арендуем BMW i8, купим очень дорогие кроссовки. Кобяков даст мне поджопник. В общем, будет очень весело. Смотри этот ролик до конца. Всем привет, с вами Глент, и вы на моем канале. Сегодня мы снимаем ролик Алиса управляет моей жизнью челлендж. Я думаю, что все и так понятно. Но если вкратце, то правила игры следующие. Сегодня, перед тем, как я хочу что-нибудь сделать, я должен спросить у Алисы, можно мне это сделать или нет. А точнее, я должен спросить, да или нет. Если она говорит да, я это делаю. Если она говорит нет, я этого не делаю. Мы не случайно выбрали сегодняшний день. Он очень насыщенный. У нас сегодня съемки, отдых, перерывы. В общем, будет очень интересно. И перед тем, как я начну подчиняться Алисе, давайте вы тоже поучаствуете в этом челлендже. Пойдемте за мной. А сейчас я предлагаю тебе побыть участником этого ролика. Пускай Алиса поправляет именно твоей жизнью. Давай так, если она сейчас говорит да, ты ставишь лайк под этот ролик. Прямо такой жирный лайк. Если она говорит нет, то ты все равно поставь, а я с ней потом это обсужу. Алиса, да или нет? Да? Да! С тебя лайк. Послушайся, Алису, прими участие в челлендже. Поставь лайк. О, еще одно правило забыл рассказать. Пойдем. Следующее правило гласит о том, что я могу пользоваться не только колонкой, но и Алисой на телефоне. Нажимаю вот сюда. Да или нет? Монетка встала на ребро. Давайте попробуем еще раз. Да или нет? Нет. Фу, ну слава богу, я у нее сейчас ничего не спрашивал. Короче, ребят, я хочу немного поиграть в PlayStation, поэтому мне нужно спросить у Алисы, можно мне это сделать или нет? Пожалуйста, так хочется поиграть. Алиса, не подведи. Да или нет? Нет. Спасибо. Я в шоке, я даже не могу поиграть теперь в PlayStation. Поиграть не получилось, но может быть получится добавить перчика этому ролику. В общем, я всегда себе хотел дорогие и клевые кроссовки. Ну, кроссовки Гуччи. Но они мега дорогие, и мне всегда было жалко на это денег. Давайте так, пускай она и решает, покупаю я их или нет. Они как раз есть в Минске, их можно купить. Да или нет? Да. Это капец. Я вроде и рад, но в то же время они такие дорогие. Хорошо, давайте я вам покажу, какие кроссовки я хочу. В общем, правильно начать носить кроссовки Гуччи нужно с классики, и поэтому я хочу себе вот такие кроссовки. Блин, они мега клевые, мега прикольные. Просто посмотрите. Офигеть. Я надеюсь, они кожаные. Вау, даже сзади Гуччи написано. Ничего себе. Это, конечно, все прикольно, но цена, ребята, цена этих кроссовок составляет 890 долларов. 900 баксов за кроссовки. Алиса меня разоряет. Она просто меня хочет разорить. Ну что ж, давайте заказывать. О, ну что, заказали мы кроссы за 900 баксов. Дальше в ролике вы увидите, как я их получу, распакую, примерю. В общем, курьер сказал, что будет вечером. Вечером их и распакуем. А вы смотрите следующий эпизод моей жизни, где Алиса мной управляет. Так, мы тут пока на съемках ролика А4. Ай! Алиса продолжает управлять моей жизнью. Мы на съемках ролика А4 на СТО. Я должен подойти к каждому из пацанов и попросить их, чтобы они загадали свое желание. Желание ко мне вместе с Алисой. Кобяк уже готов, я так понимаю. Здорово. Здорово. Ну, да, поджопника. То есть ты хочешь потратить свое желание на поджопник? Ну да, а что, прикольно же. Кобяков, чистый Кобяков. Сейчас мы спросим Алисы, да или нет. Если она говорит да, ты бьешь мне поджопник. Если она говорит нет, поджопник ты мне не бьешь. Давай. Алиса, да или нет? Готов? Да, да, только не больно, пожалуйста, сними как... Сейчас, сейчас, сейчас. Он сейчас меня так влупит, я просто уверен. А, больно все будет. Алиса, Алиса, зачем ты сказал да? Так, пробиваем поджопник Гленту. Ты что? Офигеть. Ну, Алиса, я тебя уже недолюбливаю. Она мне сегодня целый день подставы делает. Капец. Ладно, Кобяков, все, ты свое желание проиграл. Кстати, Кобяк, у тебя же есть свой канал, расскажи про него. Да, у меня есть канал Кобяков, на котором я много готовлю и снимаю всякие челленджи с едой. Поэтому, если вы не подписаны, подписывайтесь. Глент оставит ссылочку в описании. Ну дайте мне подумать, надо было вот это желание Алисе загадывать, а не поджопник. Короче, ребята, мне тут мои пацаны кое-что подсказали. Они придумали, как добавить перчика в этот ролик. И я, в принципе, с этим полностью согласен. Я хочу себе сделать татуировку в районе лица. Ну или где-нибудь на шее. Я очень часто об этом думаю, очень хочу, а потом начинаю сомневаться. И всегда колеблюсь, да или нет, да или нет. И тут я принял решение, а пускай Алиса решит, буду я бить татуировку или нет. Скажу честно, я, в принципе, к этому готов. Даже если сегодня я ее не набью, когда-нибудь я это сделаю. Я хочу татуировку с логотипом Ютуба, потому что Ютуб это моя жизнь. Я каждый день живу с мыслью, чтобы мой Ютуб канал развивался и постоянно рос. И вот во втором пункте вы мне очень помогаете своими лайками и подписками. Кто еще этого не сделал? Кнопочки под роликом. Давайте примерим логотип Ютуба вот тут. Сейчас будет переход, и я уже буду с трафаретом. Ну что, выглядит как пластырь, но на самом деле очень красиво. Я реально хотел бы себе такую татуировку. Она и не броская, и связана с огромным пластом моей жизни. Короче, я в любом случае когда-нибудь ее сделаю, но возможно это сделаю прямо сейчас. Или хотя бы сегодня. Ну что ж, Алиса, решай. От тебя сейчас зависит очень многое. Решай. Да или нет? Нет? Я вроде и расстроился, а вроде и не расстроился. Я в любом случае ее сделаю, но уже не по воле этой великолепной женщины Алисы. Я сделаю это просто так. Когда-нибудь проснусь и поеду в тату-салон. На самом деле хотелось набить. Кстати, у меня же есть татуировка, а вы об этом возможно даже не знали. Она у меня вон там, снизу. Если хотите посмотреть, то обязательно переходите в мой инстаграм. Там прям отдельная фотка с этой татухой. Ссылочка на инстаграм в описании. Кстати, про инстаграм я же хотел кое-что сделать. Сейчас, подождите. Блин, ребят, я вот тут хожу по офису и у меня появилось огромное желание что-нибудь для вас разыграть. Точно, можно разыграть наушники Skullcandy. Ребят, просто посмотрите на них. Культовый американский бренд Skullcandy. Один из самых известных брендов наушников в США, теперь официально в России. Главное о бренде. Skullcandy в топе самых модных наушников на рынке США и Европы. У них узнаваемый дизайн на любой вкус и цвет. В модельном ряде Skullcandy найдутся наушники, подходящие под разные музыкальные вкусы. Эти наушники разрабатываются с учетом потребностей людей, находящихся в постоянном движении. На мне сейчас как раз Indie Evo True Wireless. Их выбирают экстремалы, спортсмены, танцоры и художники. До 30 часов работы. Быстрая зарядка. Заряжаешь 10 минут, а потом 2 часа слушаешь музыку. Защита от пыли и влаги по классу IP55. Управление вызовами, треками, регулирование громкости и активация голосового помощника. Каждый наушник можно использовать отдельно. Комфортная посадка. А также 3 режима эквалайзера для музыки, фильмов и подкастов. И встроенная технология поиска наушников Tile. И короче, очень много всего. Купить наушники можно по ссылке в описании. Они меня действительно удивили. А чтобы участвовать в розыгрыше этих двух пар наушников, голубого и зеленого цвета, напиши в комментариях под этим видео, хочу наушники от Глента. И мы рандомно выберем победителей. А о итогах этого розыгрыша я расскажу у себя в Инстаграм. Поэтому именно сейчас наступило то самое время, когда нужно подписаться на меня в Инстаграме. Давай, я жду. Ссылочка под видео. Фух, ну что, ребята, у меня выдался перерывчик между съемками. Три часа, это то самое время, когда я могу поехать домой и поспать. Я сейчас припаркуюсь и хочу с вами еще кое-что обсудить. Очень важное. Сейчас припаркуюсь, подождите. Вот, смотрите, красный цвет светофора. Ехать нельзя, все машины стоят. Запрещено. Вот об этом я и хочу поговорить. Так, все, приехали. Кстати, я же приехал, думаю, поспать. Сегодня же Алиса управляет моей жизнью. Она мне может просто не разрешить. Давайте у нее спросим, или мне можно поспать. Офигеть, если она сейчас скажет нет, это будет просто эпик фейл. Алиса, да или нет? Монетка встала на ребро. Давайте попробуем еще раз. Да или нет? Да. Спасибо тебе большое. Я пойду сейчас спать и как раз таки дома обсужу с вами этот красный цвет светофора. Это очень важно. Пойдемте. Ну что ж, давайте обсудим этот красный цвет светофора. Вот, смотрите, есть правило дорожного движения, которое говорит, на красный цвет переходить дорогу или ехать водителю нельзя. Это запрещено. Это нарушение правил и чревато очень серьезными последствиями. От красного цвета прям прет негативом. Он прям символизирует нарушение правил. К чему я это все веду? На ютубе тоже есть свои правила. Если ты смотришь какого-то блогера, то надо на него подписываться. Не надо смотреть контент без подписки, а у нас половина людей, которые смотрят ролики, не подписаны на канал и смотрят ролик с нарушением. Ребята, если вы еще не подписаны, спуститесь под ролик, найдите красную кнопочку подписаться и переключите этот цвет светофора с красного на серый. Прям нажмите на нее. Тем самым вы поможете развиваться нам с вами, то есть развивать наш канал Глент, делать его больше и поддерживать всю нашу команду. Не нарушайте правила дорожного движения и пользуйтесь ютубом так, как нужно. Подписывайтесь на блогеров, которых вы смотрите. Так, ребята, я тут немного грущу и принял для себя очень интересное решение. Может быть мне взять мою мечту в аренду? Потому что купить я ее себе пока что не могу. Я хочу арендовать BMW i8. Это моя самая любимая машина. А почему бы и нет? А вдруг Алиса разрешит? Да или нет? Да. Ну что, арендуем? Ну все, тогда я начинаю гуглить и заказываю себе на несколько часов BMW i8. Блин, это же моя мечта. Ребят, я ее арендовал. Давайте вы сначала на нее посмотрите, а потом сядете ко мне внутрь. Погнали! Ну что ж, добро пожаловать, ребят, в мою мечту. Это BMW i8. Я безумно благодарен Алисе за то, что она мне сказала ее арендовать. Я потратил реально много денег за этот ролик, но это того стоит. Это, наверное, самый лучший день в моей жизни. Просто прикиньте. Вот сейчас мы стоим и двигатель не работает. То есть машина по факту не заведена. Запомните этот звук. А теперь внимание. Все. По факту на ней можно ехать. Ребят, я просто отпускаю педаль тормоза и мы начинаем ехать. Для меня это, честно говоря, полный шок. Я не слышу звука автомобиля и я не хочу его слышать. Я хочу, чтобы моя машина была электрическая. Но сейчас мы развернемся и я включу спорт режим, ребят. Машина просит, чтобы оператор пристегнулся. Давай, давай, я не хочу ее обижать. Врубаю спорт режим. О, да. Этот день я запомню навсегда. Я сел в BMW i8, ребята. Я не могу ничего говорить. Это моя... Все, я влюбился. Мне нечего сказать, честно говоря. Алиса, огромное спасибо тебе за сегодняшний день. Ну что ж, я выезжаю на дорогу общего пользования. У меня есть права, у меня все хорошо. У машины есть техосмотр. Все замечательно. Мы не нарушаем правила дорожного движения. Ну что ж, мы включили спорт режим. Аккуратно, не нарушая, проверим, насколько она резвая. Потому что я катаюсь сейчас на достаточно резвой машине. Она резвая, она резвая. Все, она резвая. Вообще никаких даже вопросов нет. А, я хочу тебе BMW i8! Офигеть. Эта машина, это просто разрыв всего. Я очень прошу вас поставить лайк за эту тачку. Вы просто посмотрите на нее. Это произведение искусства. Просто карбоновая мечта. Офигеть, я просто в шоке. Мне, если честно, даже нечего сказать. Все видно вот здесь. Она стоит, это просто произведение искусства. Я очень хочу, чтобы когда-нибудь такая же стояла у меня в гараже. Это было офигенно. Будем зарабатывать и купим эту тачку. Так, я вернулся на офис. У нас небольшой перерыв съемки. И я играю в пипу, ребята. Опа. Я даже знаю, кто это пришел. Это 100% Серега. Здорово, Глент. Здорово. И тут по секрету, Кобяков кое-что рассказал. Во-первых, заходи. Во-вторых, что он мог тебе рассказать? Да ты не переживай, разговор короткий. Ты же вроде сейчас снимаешь ролик, и что-то тебе там Алиса управляет твоей жизнью, да? Да, есть такое. Я тоже хочу тебе загадать желание. Ну, раз уже шоу, поиграем еще. Так, окей. Какое желание ты хочешь? Хочу снять в твоем новом ролике про открытие кейсов в Браун Старс. Да, окей. Это вообще без проблем. Я даже без Алисы не могу. Но, 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 но с условием. Я хочу, чтобы деньги тратил только ты. Открывали мы вместе. Посмотрите. Посмотрите на этого человека. Эээ, за мои бабки Браун Старс хочет открыть. Окей, я в любом случае хотел дать Сереге желание, поэтому все зависит сейчас от Алисы. И еще, кстати, ты потратил в том ролике 120 долларов где-то, да? Я хочу, чтобы ты потратил 300 долларов. Блин, Кобяков, зачем ты ему рассказал? Я вот прям знал, что Серега придет, я был просто уверен. Ты рано радуешься, возможно, Алиса сейчас скажет нет, и пока, Серега. Хочешь сам спросить у Алисы? Давай. Просто спроси у нее, да или нет. Алиса, да или нет. Вы представляете, что сделал этот маленький козел? Он пришел, загадал желание, чтобы я за свои бабки вместе с ним открывал следующие кейсы в Ролл Старс. Там как раз набралось больше 250 тысяч лайков, и надо снимать следующий выпуск. В итоге я буду делать это с Серегой, так еще и за свои бабки. Ты погоди, посмотри, сколько у меня персонажей еще не открыто. 22 бойца и 44. Все, я понял. Короче, он просто мной пользуется, ребята. Но, окей, Алиса сегодня управляет моей жизнью. Я согласен, Серега. Побатлимся в открытии кейсов в Ролл Старс. Ну вот, ну посмотрите. Короче, смотрите следующий кадр. Не знаю, куда меня дальше жизнь занесет. Наверное, поеду обратно на съемки. Съемочка на канал А4 была закончена. Снимать там внутри было, конечно же, нельзя. Все секреты съемки остаются на съемке, поэтому бэкстейджики я не снимал. Но за время съемки я очень проголодался, потому что был обед, я хотел поесть, но Алиса управляет моей жизнью. Я не мог это сделать. И как раз по пути домой у меня макдрайв. Я сейчас на машине и, в принципе, могу заехать на макдрайв. Но надеюсь, что Алиса мне это сделать разрешит. Я реально очень голодный. Либо мне придется есть только после 12 ночи. Офигеть. Если Алиса сейчас говорит да, то я заезжаю на макдрайв. Если Алиса говорит нет, я не заезжаю. Алиса, да или нет? Монетка встала на ребро. Давайте попробуем еще раз. Да или нет? Нет. Спасибо. Алиса мне в очередной раз сказала нет. Я не знаю, что мне делать. Буду голодать до 12. Капец. Кажись, курьер приехал. Кроссовки на месте. Здрасте. Сейчас, секунду. Карточкой. Спасибо. До свидания. Вроде бы и дорого, но я почему-то очень счастлив. Погнали распаковывать. Так. Кроссовки, кроссовки, кроссовочки. Ого. Ого, нифига себе. Ну, приятно, приятно, конечно, такое видеть. Ну что, сначала посмотрю я. Вы посмотрите, как здесь все интересно. Причем каждый кроссовок по отдельности. Есть еще какие-то дополнительные шнурки, я так понимаю, это на замену. И куча каких-то справочников. Ну что, давайте на них посмотрим. Первый я. Так. Нифига себе. А второй? О, ну ничего себе. Какие они красивые. Что, погнали мерить? Вот это, конечно, неплохой конец ролика. Никогда с вами не прощался в гучи тапках, но все нужно делать впервые. Надо немножко пройтись. Очень необычное чувство. Это первые кроссовки, которые не сгибаются, когда я хожу. Видите, типа я вот делаю шаг и не сгибаю кроссовки. Это очень круто. Да, Алиса хоть и заставила потратить мне деньги, но это прикольное приобретение. Офигеть, я до сих пор не могу поверить, что они у меня есть. Так, ладно, день подходит к концу. Самое время ложиться спать, отдыхать. Ну а я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Мы с Алисой провели клевый день. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. С вами был Глент. Увидимся еще на просторах сети. Пока!